В совхозе имени Ленина в выходные прошло сразу два мероприятия. Первый день поселка провел культурный центр и муниципалитет на бюджетные деньги, то есть на наши с вами налоги. Второе мероприятие организовано за ООС совхоз имени Ленина и ЧП культурный центр за свои хозрасчетные средства. Находятся интерактивные зоны для детей. Это волк и яйца, где можно абсолютно бесплатно поиграть. Мы рады, что на том и другом празднике повеселились дети. Конечно, на дне поселка оказалось больше детворы приезжей из Москвы с целью посетить бесплатный парк Лукоморья. Они и стали неожиданными участниками дискотеки. Мы не оговорились. Диджей, аниматор и несколько выступлений взрослых артистов с казачьими песнями. Детских коллективов на концерте замечено не было. Вообще. Это стало ярким свидетельством, что работники центра культуры напрасно получают зарплату. Детьми они не занимаются. Здорово, здорово, у ворон и ворон, а у наших у ворон все идет ковару. Все! Напротив, культурный центр подготовил почти 48 номеров. 40 из них – это воспитанники и педагоги, охваченные кружковой деятельностью, организованные при финансовой поддержке ЗАО «Софос» имени Ленина. Об уровне же культуры самих педагогов центра культуры можно судить по поведению, например, Филина и Розалины, которая как ненормальная бегала вокруг оператора нашего канала, и что-то бубнила, снимая его на свой телефон и мешая ему проводить съемку. Не знаю, как вам, но мне к такому педагогу страшно отправлять на занятия своего ребенка. Ничему путному его там не научат. Выводы, конечно, делать каждому. Но очевидно лишь одно. В то время, как культурный центр занимается с более чем 450 детьми в разных кружковых объединениях, центр культуры сидит, заварикадировавшись с охозным ДК, и напрасно получает незаработанную плату. При этом непрерывно наращивающий штат педагогов при одновременном сокращении числа занимающихся детей. Да еще умудряются мешать проведению собственникам капитального ремонта. Вы доработанные не допускаете? Нет. Мы допустим при наличии проекта и при наличии занятия на день, в котором будет указан объем проводимых работ в течение дня и список лиц, которые выполняют. Каждый день? Да. В этом случае я буду вас допускать, если эти работы не будут связаны с тем, что вы приводите дальше здание в негодность. Если вы работаете над электричеством, над стеклом, трубы там, да, я пропущу без вопросов. Задание на день, в любой форме, написал можно от вашей подписи, пожалуйста. Подписали в список людей, кто будет находиться. И препятствий никаких не будет. Если это будут работы по выламыванию проемов под окно, я не допишу. Вот такое деструктивное самоуправство и прямое вредительство от муниципального работника, поставленного и поддержанного рейдером из рота АГР. Еще раз вас мы сюда не пустим. Вы привязываете работу Центра культуры. Вы не представляете никому. Мажоритарный акционер, это можно выкинуть. Хорошо. Мажоритарный акционер приятный. Мы даже в присутствии полиции сможем обследовать. Вы не сможете обследовать, даже в присутствии полиции. Хорошо, вот с вами полиции. Это, по-кнему, бандиты, хулиганы. Сам этот директор, невнятный, непонятный, без любого образования, кроме военного, который решил тут порядки установить. Он до Массаду и держит. Ну да. Всего вам доброго. Следите за нашими выпусками. Подписывайтесь на канал ТВ Совхоз. Поддерживайте нас лайками, репостами и финансовыми пожертвованиями. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...